Не поняли, сначала не поняли, что же это такое. Какой-то, знаете, как перец. Как будто бы как перец рассыпал. Я говорю, то ли перец рассыпал, то ли еще что-то такое. А я еще работаю, работаю по подъездам, когда в одном доме я тоже, там где-то в 107-м, что ли, в доме тоже слышала такое, что перец, а нет, в спортивной 5, что рассыпали-то. И я думаю, то ли перец рассыпал. Хожу, смотрю, на ступеньках никакого перца нет. И ничего не понимаю, от чего перцем-то? Глаза выдирает, глотку дерет, губы все эти самые, вся покрылась красными пятнами. Это я почувствовала первый раз. Значит, письменная любовь... Значит, звонит мне следом письменная Людмила Петровна из 78-й квартиры и говорит, Валя, ты слышишь, что у нас творится в подъезде? Я говорю, что такое? Она говорит, а ты слышишь, чем пахнет? Я говорю, я слышу, я не пойму, чем пахнет. Я никак не пахну. Он нет такого запаха, просто ощущение от этого перцового баллончика, одно ощущение, а запаха такого специфического запаха не было. Она говорит, я встречала какого-то она, то ли внука, то ли что ли встречала. Ну, в домофон кто-то позвонил ей, и она открыла дверь на пятом этаже и стояла, смотрела это самое. И говорит, с нашего этажа Куянова вышла, спустилась Куянова, а я, говорит, видела только ее спину. Она не видела у нее в руках баллончика, но я, говорит, ощутила этот запах, вот, ну, в смысле, и что-то такое, говорит, там какое-то удушье, говорит, наступило. А к ней то ли внук пришел, то ли сестра приходила, то ли кто-то, и тоже зашла и говорит, что же это, что у вас тут в подъезде творится? Я, говорит, зашла, говорит, задыхаюсь. Ну и все, мы как все двери-то подкрывали, все стали задыхаться. Это первый раз. Потом однажды звонит мне Надя Рачева из 79-й квартиры, тоже вся, у нее очень реакция на это самое, на астматик, и у нее сразу реакция произошла. Говорит, Валя, я задыхаюсь, я умираю. Я говорю, что такое? У нас кто-то в подъезде распылил перцовый, перцовый этот, как он называется, баллончик. Я говорю, Надя, да это что такое? Ну, вот тогда мы вызвали милицию, да, когда Надя? Надя, а тогда мы вызвали милицию. Ну, милиция у нас быстро не приезжает. Милиция приехала там через час или через два, а это лето, у нас все окна открыты. В смысле, как открыты? Мы специально их открыли, эти окна. Они когда приехали, говорят, ну мы не слышим, что пахло. Ну, вы знаете, мы собрались там, сколько человек, человек 7-8 в подъезде, и всем объясняем. Они говорят, ну мы, знаете, не можем так просто зайти в квартиру и забрать, нет основания, нет. Если бы вы поймали за руку ее, то мы бы составили протокол как административное нарушение, как хулиганство. Это было бы как хулиганство. А так мы не можем. Ну, на это мы уехали. И летом это было три раза. Ну, лето есть лето. У нас все окна открыты. Мы как-то, кто на даче, кто где. Мы как-то, знаете, вот это все, ну переживали, думали, ну, пошутили, как говорится, и перестанут. Теперь, значит, с 1 декабря у нас началась настоящая газовая атака. Каждый божий день, находясь в нетрезвом состоянии, он пьет каждый день, он и до этого пил, пьет, он постоянно за бутылкой сбегает, он и сейчас бегал за бутылкой. Значит, с 1 декабря мы потеряли весь покой. Соседки в 80-й квартире и в 72-й квартире, они потеряли сон и покой, и, значит, и, как вам сказать, и потеряли летнюю одежду дома, халаты и все. Они спят чуть ли не в валенках, в шубах, потому что нельзя дышать, они одевают на себя зимнюю одежду и сидят на стульях, ждут, когда смерть придет, так сказать. Вообще они перестали спать. Я и то вот в соседних, живу сбоку, и то вот слышу в горле запершит, 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 вот когда, не в эту ночь, прошлую ночь, ночью почувствовала, в горле першит, першит, ну да что такое, кашель на меня допал, давай кашлять, кашлять, кашлять. Открыла балкон, проветрила, кашель перестал. Все, значит, я проветрила, это газ ушел, видимо, и перестал. Значит, дальше я вам хочу что сказать. Мы, мы просто, ну вот, как говорится, на это глаза не закрыли, мы руки не опустили, мы продолжаем писать заявления. С каждым приездом, вот с 1 декабря мы каждый день вызываем, как только услышим запах газа, мы вызываем милицию, милиция приезжает, составляет протоколы, с нас со всех показания снимут, значит, напишут протокол, на следующий день унесут участковому, участковый придет, ну что вот тут опять, я вот не слышу, чтобы запах, а я к нему заходил, он объясняет, что он не брызгал. Значит, 7 декабря у нас произошел, прям знаете, такой факт, стоп, мы вызвали милицию, милиция приехала, был, там кто там, лейтенант или сержант или кто, по фамилии подоляка, он зашел.